Друзья мои, всем привет! Вы у меня на канале прогулки на пенсии. Мы сегодня едем гулять. Гуляем с моей подругой Ирочкой. Едем. Смотрите, какая красота. Так очень редко бывает, когда в начале ноября еще листва не упало. Снег упал, а листва еще не упало. Это Черноморский бульвар. И с этой стороны даже у лиственниц еще не опала хвоя. Вот так вот. Такой у нас конец октября, начало ноября. Друзья мои, мы совсем уже подъезжаем к нашему местечку, с которого и начнем нашу прогулочку. Сейчас наш трамвайчик становится. И мы начнем нашу прогулочку. Сегодня очень холодно. Пока я ждала свою подружку, мы прям как-то так вот замерзли обе. Погреемся. И причем это кафе будет непосредственно связано с историей той улочки, по которой мы будем с вами ходить. Запомните, пожалуйста, как называется это кафе. Закажем что-нибудь такое горяченькое и что-нибудь сладенькое, Сити. Это для вас, чтобы вы знали, какие цены. Так, выбрали мы столик. Вот здесь будем, вот здесь с нарядненькой полочкой, с крупами всякими. Смотрите, как здорово. Нам сказали, здесь есть даже завтраки. И сейчас, так как сезон тыквы, можно будет попробовать утром на завтрак кашу пшенную с тыквой. Так что торопитесь, друзья мои, попробовать такую кашку на завтрак. А я жду своего чая. Я заказала облепиховый чаек и маффин. Смотрите, как понятно написано кафе. Добро есть ты. Так что спешите делать добро. Кстати, эти слова, они просто так сегодня сказаны, потому что они будут связаны с той улочкой, по которой мы с вами будем гулять. Это слова одного очень доброго человека. Вот мы взяли свой заказ. У меня облепиховый чаек и маффин. А у моей подружки сырнички сметанные и капучино. Ну всё, мы приступаем, греемся. Это самое главное. Мы должны погреться, набраться теплоты, доброты. И потом уже идти на прогулку. А мы с вами идём по Даниловскому валу, чтобы свернуть на небольшую улочку, которая идёт перпендикулярно этой улице. И называется она Павловская улица. Вот сегодня мы с вами идём на эту историческую улицу и удивляемся вместе со мной, как это её не переименовали в советские времена. Ну, в общем, Павловская улица. Видите на горизонте? Вон те кирпичные красные здания. Вот это и есть начало Павловской улицы. Вернее, ну, начало или конец, но мы свернём именно здесь. А почему? Все дома на этой улочке, они чем-то примечательны, как и на любой улице. Но вот на этот красный кирпичный дом всегда обращаешь внимание, когда едешь на трамвайчике, туда-обратно я это делаю много раз и делала. И всегда думала, ну, что же это такое? Ну, что же это такое? Наконец-то нашла фабрика, оказывается, Василия Ивановича Жёлобова. Был такой человек, купец в Москве, который когда-то построил здесь фабрику. И вот остатки этой фабрики до сих пор этих зданий сохранились. Мы с вами сворачиваем. Вот она, эта фабрика. И часть её выходит на Даниловский вал. И обычно на трамвае я видела кусочек именно этой фабрики с Даниловского вала. Посмотрела я первоначально, что здесь было. После революции керосиновые лампы да паяльники паяли. Ну, естественно, нужно было заглянуть чуть-чуть дальше. И оказалось, что это одна из фабрик купца Жёлобова. Товары, которые он выкладывал, можно было найти в самых престижных магазинах Москвы. А называлось его предприятие так. Цинка линейная, медно-бронзово-штемпельная. И электрическая арматура, фабрика торгового дома Василия Жёлобова и КООО. Дело в том, что и предприятий, и мест, где сбывалась эта продукция, было очень много. Причём, если смотреть на карту Москвы, то вы сразу увидите какие-то места престижные. Например, торговые ряды на Красной площади. Это вам не просто так. Это значит, у этого человека и доход был, но и продукция была высококачественная. Вот как выглядит сейчас то, что осталось. Ну и слава Богу, что оно осталось. В центре очень долго, в центре этих зданий, это же огромный полквартала. Огромная-огромная территория. В центре очень долго было всё разбито, раздолбано и так далее. Ну, потом, естественно, всё было отремонтировано и отдано, и отдано, ну, скажем так, под офисы. Потому что что именно сейчас, я не знаю. Потому что иногда, читая справочные какие-то сведения, там, в какой-то интернетной статье, мы понимаем, что, ну да, это когда-то там было. А вот как называлось это в советское время. Искра. Василий Иванович купил несколько участков под номером 27-29 и здесь устроил свою фабрику. И именно здесь у него был одноэтажный дом, где он жил вместе со своими родственниками. Увидеть его с этой стороны нельзя. Ну, вот потом зайдём, наверное, с той стороны, со стороны Данилова монастыря. У него было 10 детей и жена Анна Васильевна. И в этом доме жили родственники и квартиранты. Когда смотришь на фотографию, а фотография этого купца, к счастью, сохранилась. А знаете почему? Потому что его родной сын снимал фотографии отца, семьи. И вот на семейной фотографии видно такого старца с бородой белой и в длиннополом сюртуке. Я как-то сразу подумала, что-то тут неспроста. Какой-то, наверное, дедушка не просто старорежимный, а старовер. Ну, действительно, так и оказалось. Потому что родился он в Юрьевской губернии Владимирской области. А там почти все в области староверы. К староверам у меня такое очень почтительное отношение, потому что я знаю, что люди эти все не просто богобоязненные, а очень трудолюбивые. И вот, родившись в семье крепостного крестьянина, вместе с отцом и семьёй, они через год после его рождения, семья выкупилась как бы и стала свободной. Они уехали в Москву, и отец отдал его как раз в эту штамповую какую-то мастерскую, где он и учился мастерству. И уже через 10 лет этот будущий купец имел возможность создать своё первое предприятие, своё первое дело. Интересная надпись на фотографиях, или, вернее, под фотографиями семейными, где сам Василий Иванович, его семья, его жена, его дочери и так далее. Во-первых, многочисленность всегда удивляет, и мужья, и жёны, это вот показывает рост этого предприятия, то есть огромная-огромная семья. И интересная подпись под этими фотографиями, фотографии купеческий сын жёлобов Василий Васильевич. Вот благодаря этим фотографиям вы сможете тоже увидеть это семейство. Я рада вам сообщить, что существует целая книга, изданная про этого купца, но найти её нужно, конечно, будет в Букинистах поискать и так далее, но книга эта существует. И написал её ближайший родственник этого купца, пра-пра-пра-внук. Сейчас военный в отставке долгие годы собирал все документы, в семье тщательно хранил фотографии, которые ему достались. И вот через века, можно даже сказать, пронёс всю эту драгоценность. И мы теперь знаем, что на Павловской улице под номером 27 сохранилось предприятие жёлобова Василия Ивановича, который именно здесь выпускал самые-самые разные, не только лампы, канделябры. Как-то в интернете я нашла спор, ну, такой, знаете, беседу, где спрашивают, а вы не знаете вот это что? А вы не знаете, и там шла речь о людях, которые, ну, собирательством занимаются. Пуговицы самые обыкновенные. И вот был вопрос, а вы не знаете, вот на одной пуговице, которая у меня есть там, вот, например, надпись сделанная «Жёлобов В.И. Наверное, это был портной, подскажите, кто может?» И вдруг я вижу то, что мне было уже известно. Там написано было следующее, что «Нет, никакой не портной!» А знаменитый купец, который был знаменит в Москве и богат, и он в том числе делал, да, и пуговицы. Кроме пуговиц, эпалеты на военные мундиры и на другие. Например, дворники до революции ходили, знаете, в форме, и у них были разные бляхи, и амуниция, и пуговицы. Например, почтальон тоже самое имел определённую одежду, форму. Так вот, все эти пуговицы, эпалеты, эмблемы, всё было изготовлено Жёлобовым. А сколько я нашла фотографий предприятия Жёлобова или имя, вернее, фамилии Жёлобов на разных-разных деталях. Так что поклонимся памяти этого человека. Скажем, спасибо его пра-пра-пра-пра-пра или какому-то внуку военному в отставке. И теперь, проходя мимо этого красного, ничем не заметного, ничего не говорящего нам здания внешне, вот мы будем с вами знать, что это не просто предприятие холодильных каких-то установок, искра, нет. Основание принадлежит, и идея принадлежит совершенно другому человеку, Жёлобову Василию Ивановичу. Начнём отсюда, потому что вот мы видим здание поликлиники, и, как я понимаю, это как раз место следующего достопримечательного жития, бытия, что до революции, что после революции. Но, судя по зданию следующему, который на горизонте, вы уже тоже, как и я, наверное, ориентируетесь, что такие здания не современные. Павловская больница, бывшая, знаменитая, и улица, которая названа, она вот как раз касается, конечно, исторических таких имён. Конечно, здесь, в этой больнице, был храм святого Петра и Павла, понятно, что и улица поэтому носит своё название, но вот история возникновения Павловской больницы, которая сейчас является Четвёртой Градской, примечательно. Когда-то Павел приехал в Москву на коронацию своей матушки Екатерины II и заболел очень тяжело. После выздоровления вышел приказ о создании первой в Москве больницы для бедных, которую и патронировал Павел, потом императрица. То есть это примечательное место было связано с императором. И врачи, которые здесь работали, были замечательны. На одном из корпусов, а корпусов здесь очень много, внутри вот этого всего лечебного комплекса, не смотрите, что так всё вот непрезентабельно выглядит. Я думаю, дело дойдёт со временем и до этого комплекса, и всё здесь будет нормально. Если городские поликлиники привели в порядок, то, естественно, и это историческое место обязательно, я в этом уверена, приведут в порядок. Так вот, на одном из этих корпусов есть табличка, в которую занесены все замечательные, знаменитые доктора и работники, которые здесь проработали с самого основания вот этой Павловской больницы. Но самым знаменитым был доктор, известный на всю Москву. Это был доктор Гасс. Доктор, который был такой широты и доброты, что его знала вся Москва. И когда он умер, то хоронила его вся Москва. Улицы все были заполнены людям, теми, кому он помог и кто о нём просто знал. Фёдор Петрович Гасс, защитник обездоленных, которому принадлежат знаменитые слова «Спешите делать добро». Вот здание этой больницы мы видим. И самое интересное, подарок для нас с сырочкой. Мы увлекаемся, собираем сведения о всех домах со львами в Москве. Мы уже были у Патриарших прудов. Вот, пожалуйста, ещё дом со львами. И львы-то какие, посмотрите, со временем. Не знаю, ограда сохранилась или нет, но главное, вы посмотрите, львы сохранились. Ведь в советское время взяли бы всё и разбомбили, разворочили. Но не разворочили. Это тоже, наверное, символично, потому что львы как бы охраняют вход в здание. Ни одна болячка, ни одна болезнь, ни одна бацилла не проползёт. Несите свою службу ещё долгие годы. И берегите здоровье людей, которые здесь лечатся. Ну, а мы идём с вами, смотрим. Сейчас листьев почти не осталось, поэтому дома очень хорошо рассматривать. И все прогулки в такую непогожую погоду отличные, потому что можно рассмотреть дома. Потому что летом или весной за липовыми этими деревьями, я вижу, что это липы, ничего бы мы не увидели. Так что слава тем, кто здесь работал и работает. И слава тем, кто создал это место, обеспечил его рождение. Ну, а наша забота или наших современников, которые сейчас руководят нашим городом, управляются здесь, решают какие-то вопросы. Ну, это место довести до ума, почистить его, отполировать, чтобы оно заблестело. И привлекло к себе самых ведущих специалистов. Будем надеяться, что всё это произойдёт. Вот такая больница Павловская, такое место, которое и дало название улицы. Оно не было переименовано. И мы до сих пор сталкиваемся с настоящим названием и именем, которое было знакомо многим до революции. Смотрите, оказывается... Да, ещё оказывается парочка ворот, мы даже их не увидели. Вот сначала мы одни ворота увидели, а потом вторые. Обезображенные деревья, безумные и неграмотные обрезки тополя. Видите, да? Но, тем не менее, вот поэтому мы и удивляемся, как это львы уцелели. То есть эти ворота каким-то чудом не снесли. Я видела фото в интернете этих зданий, которые ещё не были подновлены. Потому что сейчас, глядя на здание на горизонте, купольное и так далее, мы видим, что здесь какие-то работы всё-таки велись. А те фотографии были такие безобразные, безобразные. И, естественно, читатели возмущались. Ну что же это такое? Ну вот это здание выглядит, конечно, прилично. Выглядит прилично. Вот вам Павловская больница. Благодаря Павлу императору когда-то она возникла на этом месте. А мы идём дальше. Последнее здание, о котором мы будем говорить. И как бы улочка заканчивается, а мы потом поворачиваем и идём по другой стороне. Это театриум Терезы Дуровой. В 1991 году возник на базе заводского ДК. И может быть хорошо, что это кургузое страшное бетонное здание не разрушили. Оно будет являться самим по себе памятником той эпохи. Да, вот смотрите, и 12 месяцев, огниво, спящая красавица, волшебная лампа Алладина, принцы нищий. То есть вот все-все-все спектакли здесь вывешены. Не знаю, сколько это стоит. Я думаю, вы сами можете узнать. Но вот такое сейчас местечко для детей радостное существует здесь. Благополучие этому театру. Потому что всё, что связано с детьми, должно развиваться. Не думайте, что мы слишком много отдаём детям. Этого, этой любви никогда много не бывает. Так что... Ну, идём мы обратно. Вот такие здания и дня дно встречаются нам. Но мы о нём расскажем, пройдя немножечко и зайдя в небольшой сквер. Дошли до угла больницы и смотрим действительно ого-го. То есть тут просто целая улица была отдана. А напротив больницы есть сквер, который очень давно или долго был безымянным. А в 2018 году был установлен вот этот памятник. Узнаёте? Чингис Айтматов. И парк стал носить его имя. Теперь это облагороженное место. Вот так всё подметено, подстрижено. Ну, стали мы смотреть, как исторически это связано с этим памятником места. И подумали, ну, мало ли что. Знаете, связи в истории какие бывают? Ну, ничего не нашли. Потому что сто лет назад на этом месте, где мы с вами стоим, где был когда-то бесхозный, безымянный сквер, был плац Александровских казарм. А казармы Александровские перед нами. Это и есть Александровские казармы. Но если вы начнёте искать фотографии старые, вы увидите, что здание из красного кирпича. Это сейчас оно такое обновлённое, подновлённое. А Александровские казармы были когда-то здесь построены в 1859 году по указанию Александра II. Здание было трёхэтажное. Вот этот последний этаж был настроен уже в советские времена. Теперь здесь РУДН и другие какие-то учреждения. Но точно я вам не скажу. Но знаю точно, что Александровские казармы и после революции продолжили определённую военную традицию. Здесь постоянно были какие-то размещены учреждения, связанные с военными. Но нас интересует не совсем вот эта тема. Видите, этих казарм несколько. И казармы выстроены в форме такого буквы О. Внутри в основном всё там. А здесь внешняя сторона, она вот такая. Ну вот всё узнаваемо. Особенно вот этот полукруг у казарм. Он узнаваем. И слава богу, выглядит всё так вот здорово. В 1955 году на экраны вышел фильм. Ну это фильм, конечно, наших мам. Или бабушек с дедушками. Но у меня это, конечно, родителей. Фильм про Ивана Бровкина. И сцены, где Иван Бровкин попал в армию и не мог подтянуться. И ныло и говорил, а можно я пропущу свою очередь? И не буду этого делать. Снимались именно здесь все эти сцены. Так что Иван Бровкин и Александровские казармы – это вот, пожалуйста, наше прошлое и наша история. В небольшом отрывке, который я сейчас прикреплю сюда, вы сможете увидеть внутреннее убранство вот этого учреждения когда-то давным-давно. Где в реальности жили солдатики, учились, обучались. И здесь в реальности шли съёмки этого фильма. «Наряду!» 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 «Товарищ сержант, я, пожалуй, так не сумею». «Разговоры!» «Наряду!» «Делаю вам замечание, Бровкин. Выполняйте!» «Что у вас нет?» «Бровкин, встаньте в строй!» «Лядовой Баев, покажите, что можно делать на перекладине!» «Ну как, Бровкин, нравится?» «Здорово!» «Артист!» «А год назад он, как и вы, за воздух руками сцеплялся!» «Сделай Бровкин!» «Нет с собой Бровкин! Ну, пожалуйста, быстрей!» «Отстань!» «Отстань!» «Шагом!» «Марш!» «Наделение!» «Стой!» «И не шевелись!» «Налево!» «Ровняйсь!» «Ирак!» «Больно!» «Рядовой Бровкин!» «Чего?» «Встань!» «Вы что это?» «Деревня на гулянке?» «Кто вам разрешил по кем в строй?» «Была же команда воин!» «Устава не знаете!» «За самовольный выход из строя объявляю замечания!» «Повторите!» «За самовольный выход из строя...» «В общем-то понятно, товарищ Сергей!» «Оставич!» «За самовольный выход из строя и привлекания объявляю наряд не очереди!» «Встановитесь в строй!» «Слушаюсь!» «Ровнясь!» «На!» «Ровнясь!» «Ну что, Бровкин, опять нарядик подхватила, а?» «Ну и подхватила, чего он ко мне придирается?» «Ничего не придирается!» «Правильно придирается!» «А вообще наш сержант новичков не любит!» «Неподимчики» Ну что ты врёшь? Трудно тебе будет, Бровкин. Да, трудновато. Не слушай ты кашельной Бровкин. Сержант очень хороший. Он сам так любит. А мы с вами почти заканчиваем нашу прогулку по этой улочке. Пройдёмся сквером. Теперь он не безымянный, а сквер Чингиза и Тматова. Кто знает, может быть, со временем это будет Павловский сквер или, наоборот, Александровский сквер. Всё-таки история-то уходит как-то корнями в другую сторону. Ну, кто его знает? Сами видите, времена такие. Поэтому посмотрим, что будет. Поэтому мне так интересно жить на пенсии. Потому что я хожу иногда по местам, которые раньше мимо пробегала или проезжала на трамвайчике. А теперь мне интересно, а что здесь было? А что там? Узнаю такие интересные вещи. Так что вот, друзья мои, хороший, кстати, парк получился. Много места. Летом здесь, наверное, чудесно. Весной тоже чудесно. Достаточно много деревьев, безобразно обрезанных, конечно, но их не спилили, не выпилили. И сквозь кроны деревьев всё-таки проглядываются исторические здания Александровских казарм. То есть это место такое... Приглашаем вас, гуляйте, пожалуйста. Ох, листва закружилась. У нас осталось два здания. Они, не сказать, что бы прям исторические какие-то значимые. Это две обычные школы, построенные в 50-е годы. Интересно то, что они стоят напротив друг друга, красно-кирпичные. И у одной школы на последнем этаже медальоны. В этих медальонах личности, связанные с литературой. Там Пушкин, Толстой и так далее. Ну, здорово. Так же было во многих школах. Но то, что поменялось со временем, это облик внешний этих школ. Когда-то на каждом этаже были такие белые канты. И школа была красно-белой. Это издалека, во-первых, было сразу видно, заметно. И придавало такую нарядность. Ну, знаете, как белые воротнички. Там у девочек раньше на форме. И вот эта оригинальность почему-то исчезла. С ремонтами, с улучшениями. Не знаю, кому пришло в голову, что не стоит все это украшательство делать. Ну, и все, и сняли. И все исчезло. Вся привлекательность. Поэтому стоят теперь эти два здания из просто красного кирпича. Не бросаются в лицо. Ну, наверное, кто-то был очень скромный по жизни. И вот он решил, что так будет лучше. Так. Ну, не знаю. Одно здание вижу, а второе, которое напротив, наверное, да? Подойдем тогда поближе. Близко не зайдем, не попадем туда. Потому что все школы, как и во всей стране, сейчас огорожены забором, охраняются. И я думаю, это правильно. Это особые специальные заведения, где не должно быть никаких безобразий. Ну, вот. Пожалуйста. Я поняла, вот это одна школа, да? А вот там, вот, вторая школа. С какой стороны, да, с какой стороны, тоже не знаю. Ну, вот здесь мы двор хотя бы увидим. Ну, вот так. Под номером 8 и под номером 8А. Вот видите, наверное, верхний этаж, два верхних этажа. И потом такой карнизик идет. Сейчас он такой незаметно желто-грязный. Вот когда-то это был белоснежный карниз вверху и в серединке. И это делала нарядным, эту школу. Ну, ладно, кто знает. Может быть, тоже пройдет какое-то время. И все будет возвращено и сделано нарядно, красиво. И будет как-то торжественно. Ну, вот мы попросили. Избушка, избушка. Встань к лесу задом, а к нам передом. Избушка повернулась. Ну, вот знаменитые медальоны. Горького я узнала. Кого ты, Ирочка, еще узнала? Увидела. Маяковский. Вот, Маяковский, крайний, точно. А вот там, в серединке, это кто? Сейчас мы посмотрим. Это не Пушкин? Старовский какой-нибудь. Да? Подскажите. А это не Пушкин или Пушкин? Нет. Кудрявый. Кудрявый Пушкин. А вот... Ну, держа, может быть. Не знаю, да, какой-то... Может быть, да, крайнего не узнали. Вот так выглядит школа. Многих лет жизни. Всем, кто здесь работает, трудится. Коллеги, всем привет. Вот вторая школа. Да, и вот вторая школа, да, такая же. Вот когда-то они были, благодаря вот этим вот карнизам, очень нарядные. Представьте, вот они ярко-белые на вот таком красном кирпичном фоне. Конечно, было бы здорово. Да и медальоны пора уже обновить, правда же? Да. А так здорово. Портик, видите, обновили и сразу совсем другой вид. Ну вот, всё, друзья. На этом мы будем завершать прогулку. Ну что, друзья мои, мы почти-почти завершили нашу прогулку. Гуляли мы сегодня с вами по Павловской улице, которая отходит от Даниловского вала. Узнали, что, оказывается, на этой улице было много чего интересного для меня. Я открыла для себя много всяких таких вещей, но и улочка нам очень понравилась. Такая, знаете, она не то, что прям старинная-старинная и древняя-древняя. Нет, но исторических зданий сохранилось достаточно и достаточно тихая. Вот сейчас мы видели, мамочки гуляют с детьми, тут и собачники с собаками. Для них воля. Они сейчас пойдут возле ченки Зайдматова, там покрутятся. Вот, поэтому... То есть для всех, для всех здесь есть место. А на этом нашу небольшую прогулку давайте завершим. Мы желаем вам, как и всегда, хорошего настроения. Гуляйте в любую погоду, в любую, как мы сегодня, видите, в промозглую гуляем. Радуйте себя всякими историями, пусть они даже из интернета. Но какая-то доля правды всё равно в этих статьях же сохраняется. Читайте, открывайте для себя в самых простых улочках что-то там интересное. Делитесь этим. Мы обязательно будем рады послушать и вас, и посмотреть. Я всегда такие сайты и такие видео очень люблю. Добра всем, благополучия. И гуляйте, гуляйте на пенсии. Гуляйте на пенсии.